Во время моей учебы на психолога я начала разрабатывать теорию, как человек выживает в травмирующей ситуации. Когда я писала эту теорию, я просто пыталась разобраться со своим опытом, то есть описать, как человек переживает травму, только основываясь на моей истории. И я думала, это только ко мне относится. К моему великому удивлению выяснилось, что это можно отнести ко всем. Я расширила теорию до терапии последствий травмы, насилия, депривации и пренебрежения. В результате этой работы меня пригласили преподавать в университете Оттава в Фениксе. И на протяжении 7 лет я преподавала там по 8 классов в год. Преподавала всю свою программу по терапии последствий травмы, насилия и депривации. К этому моменту я уже стала называть свою теорию «Метод Мюррей». Я преподаю 4 различных уровня классов. Первый, второй, третий, четвертый. Первый уровень — это 40 часов или 1 неделя. Ее можно приравнять к семестру университетского класса или году личной терапии. Второй уровень идет 2 недели или 80 часов. Это очень напряженная работа. Третий уровень — одна неделя, 40 часов. А четвертый уровень — 80 часов. Но эти две недели разделены промежутком где-то в 6 месяцев, потому что студентам дается исследовательский проект, который они должны сделать за это время. Это не просто что-то, о чем мы говорим. Это изменение стиля жизни для нас. Мы реально пытаемся практиковать то, чему обучаем или о чем проповедуем. И одна из вещей, которые мы рассматриваем, — это ценности и поведение. Если ты говоришь, что твои ценности вот здесь, а твое поведение вот здесь, то это твоими ценностями в реальности не является. Твои настоящие ценности вот здесь. И мы говорим о том, что сделать, чтобы поведение пришло в соответствии с ценностями, как быть конгруентным. И мы говорим о том, как быть здоровой и равновешенной Личностью, человеком, который может и чувствовать, и думать, и является сбалансированной Личностью физически, эмоционально, интеллектуально и духовно. И это наша цель для всего, что мы делаем, и как относиться к Богу, себе и другим с любовью и уважением. Все это — работа над двигом парадигмы, которая выполняется в классах, и я рада видеть эту работу осуществленной.